Считается, что в современном мире мужчины живут меньше женщин, так гласит закон природы. Но так ли это на самом деле? Вопрос по-прежнему остается открытым. В последние годы 24% всех смертей пришлось на население трудоспособного возраста. Из них 79% составили мужчины, которые, к сожалению, поздно обращаются за медицинской помощью. Если удается выявить заболевание, в том числе и онкологическое, предстательное железо на раннем этапе, то, соответственно, прогноз бывает благоприятным. На более поздних этапах, как правило, прогноз бывает менее благоприятным, и все лечение сводится лишь к продлению жизни человека. Чтобы Татарстан не сбавил, а только улучшил процент улучшения состояния здоровья мужского населения и демографического показателя, в университетской клинике «Казань» начала работу Центр мужского здоровья. Значит, наша работа направлена на то, чтобы своевременно диагностировать какие-либо отклонения, выявляемые в мужском здоровье, и рационально применить лечебную тактику. Еще одной из основных проблем репродуктивного здоровья населения России является высокая распространенность бесплодия, как среди мужчин, так и среди женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, если в стране частота бесплодия достигает 15%, то эта проблема стремительно перейдет в социально-демографическую. А саму урологию уже сегодня необходимо признать базовой специальностью, к врачам которой обращаются мужчины, особенно часто, после 50 лет. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.